Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Владимир и сегодня мы с вами рассмотрим и узнаем сколько стоит новое Renault Captur в своих четырех основных комплектациях Live, Drive, Style и Extreme. Поехали! Итак, как мы все знаем, Renault Captur, который производится с 2016 года и по настоящее время, предлагается четырех основных комплектациях. Это Live, самая базовая, чуть улучшенная, это Drive, максимальная Style и многие сейчас считают, что четвертая комплектация стала Extreme, хотя тяжело назвать ее полномасштабной четвертой комплектацией, больше это какая-то дополнительная комплектация, к Style. Да, то есть это что-то такое более доработанное, буквально там 8-10 опциями именно к Style. Ну, как-то считают эксперты, но будем туда считать и мы. Что касается цен на эти комплектации, то, скажем так, сейчас довольно недавнее время российский рубль и белорусский рубль начали немножко снижаться по отношению к доллару. В основном в Беларуси у нас, где мы живем, в основном все люди считают цены в долларах США. Вот, поэтому суммы, текущие суммы именно у дилера в Минске, в Беларуси у нас, а вообще в Беларуси у нас цена единая у всех дилеров в Беларуси, у Renault. Я буду называть в долларах США, чтобы это было удобнее к восприятию, а уже, кажется, как вам удобнее, вы уже переводите на свои валюты, там, российские рубли, гривны, украинские или казахские тенге. Таким образом, что хочется отметить на сегодняшний день, исходя из тех цен, которые приведены в прайсе у официального дилера Renault в Беларуси. Значит, самая базовая комплектация Life, она сегодня у нас стоит от 14800 долларов США в эквиваленте. Ну, опять же, все прекрасно знают, я думаю, не стоит подробно рассказывать про эту базовую комплектацию, что в нее входит, да, входит это самый минимум, то есть, самая необходимая функция, самая необходимая, так сказать, наверное, вот именно, ну, причиндалы, так сказать, да, если, может, грубо, которые необходимы для, ну, вот, так сказать, наименее комфортного вождения, там, да, там, то есть, вот. Далее идет комплектация Drive. Я сейчас начал именно с версии с объема двигателя 1.6 литра, то есть 14800, это предлагается четырех, здесь пятиступенчатая механика и объем двигателя 1.6 литра. Далее у нас идет, следующая в списке, это комплектация Drive. Комплектация Drive уже стоит сегодня у нас в Минске 15,5 тысяч долларов США в эквиваленте. Опять же, цены немножечко, я бы сказал, упали относительно января. Это все, скажем, благодаря тому, что произошла небольшая девальвация, ну, скажем так, обесценивание даже небольшое такое, девальвация, наверное, тяжело назвать, небольшое, хотя обесценивание девальвация, это понятия одни и те же, но по обесценивание это более такое мягкое, как бы, наверное, слово, вот, которое, наверное, более применимо к данной ситуации, вот, поэтому произошло определенный спуск в долларах именно на новые автомобили сейчас вообще и у нас, и в Беларуси, и в России, вот, поэтому далее комплектация Drive, она уже идет шестиступенчатой механикой, идет по стоимости уже от 15,5 тысяч долларов США в эквиваленте. Вот, опять же, отмечу, что в январе еще, в январе у нас в Минске комплектация Drive, то есть средняя, да, комплектация стоила порядка 16 тысяч 200 долларов, то есть примерно благодаря тому, что произошла вот такая курсовая разница, доллар, скажем так, укрепился, то в долларах на 700 примерно долларов цена упала на Renault Captur, причем я называю сейчас цены уже на 18-й модельный год, то есть это уже модели именно 2018 года, это не какие-то складские запасы, это не машины 2017 года, а именно уже сегодняшнего года, которые произведены в январе-феврале на заводе Renault Россия в городе Москва. Далее, следующая комплектация, которая у нас представлена, это комплектация Style, вот сейчас будет именно в этой комплектации, в принципе, с вами и едем, эта комплектация Style, когда мы покупали ее в декабре 2017 года, это была максимальная на тот момент, затем чуть позже, буквально через пару недель, появилась уже, так сказать, сверх максимальная, да, если можно так ее назвать, Extreme, вот. Таким образом, сейчас Style с передним приводом, шестиступенчатой механикой и 1,6 литров двигателя предлагается ценой в 17 тысяч долларов США в эквиваленте. Опять же, в январе стоимость такой машины равнялась 18 тысяч, то есть тысяча долларов примерно в цене, благодаря курсовым опять же разницам, потерялась, то есть цена снизилась, вот. Далее, что касается Extreme, вот теперь мы подошли к самой, скажем так, максимальной комплектации, которая называется Extreme, да, или это доп-версия такая машины, ну, как угодно можно называть ее, в принципе, от переменной суммы, наверное, значение не изменится, вот. В любом случае, сейчас автомобиль Extreme комплектация, 1,6 объем двигателя, шестиступенчатая механика стоит у нас в Минске 18 тысяч долларов. В январе эта цена была 19 тысяч 100, то есть приблизительно на 1100 долларов США цена опустилась, вот. Хотя, опять же, даже в январе, когда я снимал видео, на тот момент я рассказывал про текущие цены на январь, я был уверен, что уже, ну, не сможет в долларах сумма подешеветь, я наоборот даже утверждал, что быстрее всего будут цены только дорожать, что тенденция к подорожанию, а так получилось, что тогда, когда я рассказывал про те цены, курс доллара у нас в Беларуси был приблизительно за 1 доллар, давали 1 рубль и 95 копеек наших белорусских рублей. Сейчас 1 доллар стоит 2 рубля и примерно 45 копеек, то есть приблизительно на 9-10 процентов доллар укрепился относительно января, вот сейчас у нас в апреле, за 3 месяца доллар на 9 процентов укрепился, то есть, следовательно, примерно так же и по сумме цены немножечко снизились именно в долларах и евро, то есть, если рассматривать именно в валюте, если рассматривать в рублях российских и белорусских рублях, то наоборот машина как бы стала получаться дороже, да, то есть, относительно доллара и евро, то есть, это такая интересная ситуация. Что касается комплектации X3, как я сказал, что сейчас она стоит 18, вот 18 тысяч долларов, шестиступенчатая механическая коробка и переднеприводный, передний привод на переднюю ось, да, и объем двигателя 1,6 литра. А теперь с вами давайте рассмотрим, сколько сейчас стоит двухлитровые, да, все мы знаем, что Renault Captur, который вот, скажем так, первого поколения он еще, да, он производится с двумя двигателями, это 1,6 литра и 2 литра. Двухлитровые, они все идут на полном приводе, то есть, они все у нас полноприводные, комплектации, в принципе, те же, за исключением Life. Двухлитровые двигатели с Life у нас не предлагаются, то есть, только начиная с Drive. Вот, но, опять же, не могу сказать цену про Drive, потому что сейчас в наличии у дилера, у нас в Беларуси, только две комплектации, это Style и Extreme. Что касается Style, то сейчас комплектация Style стоит 18,5 тысяч долларов США в эквиваленте. В сравнении с январем цена упала примерно на 1250 долларов. Опять же, благодаря курсовым разницам, благодаря укреплению евро и доллару. Ну и что касается комплектации Extreme, то сейчас она стоит у нас в Беларуси от 19,5 тысяч долларов США в эквиваленте, стоила буквально еще в январе 20 тысяч и 700 долларов. То есть, опять же, примерно на 1200 долларов стоимость Extreme с двухлитровым двигателем сегодня упала, причем это полный привод. Что касается такой опции, как цвет, ну, многие знают, что опция Metallic, сочетание двухцветного кузова, скажем так, ну, это дополнительная опция практически у всех современных дилеров, то самое интересное, что с нового года, с этого 18-го года, наш официальный дилер в Беларуси, в принципе, не берет плату за эту опцию. Это как бы опция, она сейчас по умолчанию уже входит в фиксированную комплектацию автомобиля. То есть, допустим, если сейчас, вот я называл вам суммы, что, к примеру, тот же Extreme, да, с полным приводом, двухлитровым двигателем, стоит 19,5 тысяч долларов. То есть, там предлагаются на выбор уже в этой цене 3 или 4 цвета. Там лазурный, там лазурно-кремовый, там черно-допустим, серебристый или серебристо-черный. То есть, уже стоимость, как говорится, уже окупает именно этот цвет. То есть, она уже вложена в цену. Далее, что хочется еще отметить. Конечно, посидел и поизучал официальный сайт нашего дилера. К сожалению, из-за курсовых разниц, ну, в любом случае, продаются у нас все машины и товары в белорусских рублях. В стране запрещено, как и в любой принципе другой, в России и Казахстане, в стране продавать в валюте товар. Поэтому, конечно, что касается рублей, мы зарплаты все в любом случае получаем в отечественной нашей валюте, в белорусских рублях, то, конечно, хочется отметить, что в любом случае, ну, для нас машины стали даже дороже. Те, кто, конечно, накопление держат в долларах, для них, конечно, сейчас выгоднее и оптимальнее покупать тот или иной автомобиль. Потому что, опять же, примерно в среднем на 8-10% относительно доллара и долларов и евро цена на автомобили снизилась. Таким образом, конечно, сейчас благоприятное время для долгожданной покупки той или иной модели автомобиля. Что касается Renault Captur, который, в принципе, в этом видео мы с вами уже затронули и говорим, да, обозреваем, то, наверное, я думаю, конечно, больше акций определенных каких-то до лет однозначно у дилера не будет. Что касается того, как долго продержатся такие довольно, ну, на данный момент, я думаю, оптимальные цены в сегменте B-класса кроссоверов, куда входит Renault Captur, то мне кажется, что недолгим этот будет период. Потиху уже начал укрепляться и российский рубль, а наш белорусский рубль напрямую плотно привязан к российскому курсу образования. У нас такое, что, скажем так, ориентир идет полный на российский рубль. Российские рубль уже в доллары и евро начинают укрепляться, и я думаю, что скоро даже тем людям, которые держат свои накопления в долларах и в евро, им уже будет немного, ну, невыгодно покупать Captur. Поэтому, наверное, благоприятное время сейчас для покупки, это вот именно апрель, может быть, начало первая-вторая неделя мая. Все, далее, я думаю, цены будут выравниваться, и выгоды уже никакой, скажем так, наверное, мы не получим. Вот. Что касается, конечно, еще, хотелось коротко затронуть, это обслуживание автомобиля у официального дилера. Значит, ну, хотел бы сказать лично от себя, что вообще у нас в Беларуси официальный дилер Renault является таким довольно дорогим дилером в плане не стоимости машин, а в плане именно обслуживания. Поэтому сейчас довольно многие покупатели покупают автомобиль, проходят первое ТО, и далее просто уходят на сторону, скажем так, кому угодно, только не к официальному дилеру Renault. Поэтому тоже этот момент интересный. При покупке этого автомобиля тоже обязательно учитывайте этот момент, что, конечно, купите вы Renault дешевое, да, по стоимости довольно, но обслуживание, которое потом из вас будет вытягивать, оно будет, наверное, одно из самых дорогих. Поэтому, к сожалению, вот это, наверное, один из таких больших недостатков именно дилера Renault, автомобиля Renault. В принципе, вот что хотел я, наверное, отметить еще от себя по стоимости. Я для себя просто кратко выписал основные моменты по цене, потому что, опять же, цены практически каждый день меняются. Запомнить их просто нереально. И вот хотел бы, конечно, еще отметить, что в любом случае, ну, свою лепту внесла вот эта вот плавная девальвация, так сказать, которая образовалась, наверное, кратковременно, краткосрочно у нас в Беларуси и в России. Поэтому, благодаря этому, цены стали довольно выгодные сейчас на Renault Captur, да и, на принципе, любые другие модели, которые продаются в Беларуси, России, Украине и Казахстане. Ну, и в заключение хочу кратко подытожить, что, опять же, сказал в начале этого видео, что примерно в среднем цены на новые автомобили, особенно Renault Captur, упали в среднем на 8-10% в зависимости от комплектации. На мой взгляд, сейчас самое благоприятное время именно для покупки этих автомобилей, как и любых других. Наверное, недели 2-3 есть примерно на то, чтобы пока не укрепились отечественные валюты, белорусский рубль и российский рубль к доллару и евро. Ну, а далее, я думаю, будет все равно плавное, постепенное удорожание автомобилей, как это мы видели с вами в конце 2017 года и в начале 2018. Поэтому те, кто долго накапливал, долго ждал определенного момента, выгодного, чтобы войти, купить новый автомобиль, я думаю, что самый благоприятный момент, он уже наступил, и лучше сейчас не откладывать эту затею в долгий ящик и покупать автомобиль именно сейчас. Более подробный обзор тест-драйв автомобиля Renault Captur вы можете найти на наших сайтах bazla.ru и autoblockar.ru Ссылки на сайт будут под видео, под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube-канал или оставляйте на наших сайтах. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. С вами был Владимир. Всего вам доброго. Берегите себя и удачи вам на дорогах.